В своем последнем слове Роман Максимихин, избивший соседа на парковке, заявил, что полностью признает свою вину. За 11 месяцев, которые прошли с момента драки, он осознал содеянное. Обвиняемый заявил о раскаянии и принес извинения своему соседу Павлу Ермолаеву. Максимихин попросил суд не лишать его свободы. Подсудимый сообщил, что он единственный кормилец в семье. Его жена не работает, а дочери 4 года. Однако Петрозаводский суд отказался назначить Роману Максимихину условный срок и приговорил его к колонии общего режима. Такое решение вынес судья Дмитрий Хромых. Суд не согласился с тем, что обвиняемый находился в состоянии аффекта. По мнению суда, Роман Максимихин угрожал своей жертве Павлу Ермолаеву. На протяжении двух лет соседи конфликтовали. Суд выяснил, что Ермолаев также проявлял агрессию, реакция Максимихина была ответной. Обвинение Максимихину первоначально было предъявлено по статье «Нанесение тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений». Позже формулировку из хулиганских побуждений убрали. На основании сложного суд приговорил Максимихина Романа Леонидовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания с правительной колонией общего режима. Роман Максимихин должен также выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда полмиллиона рублей. Роман Максимихин не ответил на вопрос, будет ли он обжаловать приговор. После заседания потерпевший Павел Ермолаев назвал назначенное наказание малым добром. Решение семья Ермолаевых будет обжаловать. Ермолаевы также заявили, что намерены переехать не просто в другой район Петрозаводска. Они подумывают уехать из Карелии. Продолжение следует...